Я просыпаюсь утром с мыслями о счетах, которые надо оплатить. Поездки в отпуск для тысяч американцев стали не по карману. Репортеры канала NBC пообщались с семьями, которые живут в разных штатах. У всех одна головная боль. Бесконтрольный рост цен настолько бьет по бюджету, что экономить приходится буквально на всем. Мои дети на днях жаловались, что скучают по пиццерии. Теперь пицца для нас это роскошь. Мы стережем все дома, чтобы сэкономить 40 долларов. Нам пришлось внести изменения в расписание занятий, которые обычно посещает мой сын. Он ходит в бассейн и на бокс. Я вынуждена сократить расходы на кружки и поставить на первое место более важные траты. После того, как инфляция в Америке побила очередной рекорд 8,6%, а крупнейшие ритейлеры отчитались о падении потребительского спроса, глава Федерального резерва принял решение повысить процентную ставку на 0,75%. Это самый большой рост за последние 26 лет. Кредиты теперь станут дороже, а значит недоступнее. При том, что в США каждая вторая семья живет в долг. В среднем американская семья теперь тратит на 460 долларов в месяц больше из-за взлета цен на бензин, продукты, аренду жилья и так далее. Это примерно 5 тысяч долларов в год. Прибавьте к этому нарастающее раздражение из-за дефицита. Едва в Америке решили проблему с детским питанием, с магазинных полок стали исчезать средства женской гигиены. Женщины жалуются на это неделями в социальных сетях. И вот, наконец, производители признали дефицит по всей стране. Среди причин нехватка рабочей силы, неурожая хлопка, удорожание производства. Глава Минфина Джанет Йеллен уже признала, год назад правительство неверно оценивало инфляционные риски. Когда Белый дом вливал в экономику беспрецедентные суммы для борьбы с коронавирусом. Федеральный центр в рамках пакета помощи выделил штатам намного больше денег, чем те запрашивали. В итоге сотни миллиардов долларов зависли на банковских счетах и до сих пор не потрачены. А инфляция выросла почти в шесть раз. Санкции на энергоносители ее только подстегнули. Галлон бензина это почти 4 литра. В среднем по стране сейчас стоит больше 5 долларов. Экономисты ожидают, что к концу лета топливо подорожает еще на полтора доллара. И это оптимистичный прогноз. Главная тема в газетах – как кризис заставляет американцев менять привычный стиль жизни. В глубинке самой популярной машины всегда был пикап. Но после того, как стоимость заправки полного бака перевалила за 100 долларов, любители внедорожников пересаживаются на легковые авто. Вот с этой машиной я плачу на заправке 50 долларов. Неплохая экономия. Газета Financial Times со ссылкой на итоги опроса среди ведущих экономистов пришла к выводу. В следующем году экономика США скатится в рецессию. Причем большинство экспертов уверены, это произойдет уже в январе или феврале. И только Джо Байден как будто живет в параллельной реальности. Мой план в отношении экономики помог достигнуть необычайного прогресса и позволил Америке решать глобальные проблемы эффективнее, чем где бы то ни было еще. Он написал несколько статей для газет в последние две недели, утверждая, что экономика США растет самыми быстрыми в мире темпами. Он говорил об этом и в вечернем шоу по телевизору. Но это неправда. На самом деле наша экономика сокращается. В способности Байдена адекватно оценивать обстановку сомневаются уже даже союзники. Много шума в Америке наделала статья New York Times, где сами демократы объясняют, почему их лидер не должен баллотироваться на новый срок. Многие законодатели-демократы и партийные чиновники разочарованы неспособностью Байдена бороться за свои инициативы. Сомневаются, что он может спасти партию от неминуемого поражения на предстоящих выборах в Конгресс. И все чаще относятся к нему как к балласту, который должен быть сброшен в 2024 году. Чтобы удержаться на плаву, Байден готов на резкие развороты во внешней политике. Например, в надежде на снижение цен отменить часть ввозных пошлин на товары из Китая, которые США нарекли своим главным противником. Или договариваться об увеличении поставок нефти с Саудовской Аравии, которую Байден еще недавно обвинял в нарушении прав человека и называл страной-изгоем. Теперь же президент США готов лететь в Риад и лично упрашивать наследного принца помочь разрулить кризис.